всем привет сегодня хороший день сегодня будем ставить подшипники в рулевое ишь планета ишь планета 5 в общем эта планета 5 здесь маленько болтаются подшипники родные есть люфтик вернее есть люфт люфтик рулечек все это какое-то вот звучит как-то некрасиво значит люфт есть будем разбирать и делать значит чтобы разобрать тут мамного не надо отсоединю провод сигнала чтобы он не мешался откручу массовый провод который идет сюда в бибику кнопку и все будем откручивать руль рулевой демпфер здесь вот он зашплинтован он же демпфер является ограничителем угла поворота поэтому здесь упирается вот вот в эти вот штуки раз всем и поэтому здесь вот бабушкины матузки не намотаны потому что здесь есть все что должно быть ну а я по-прежнему сапога по колено и на улице снега тоже по колено плюс 3 спонсор моего показа белые перчатки желтым кантиком теребонька им валеру побрызгиваем на соединение вот одеваем перчик и крутим а спонсор нынешнего показа зубные щетки убей кариес щетка металлическая чистим верхнюю гайку крепление рулевого механизма видим что вот здесь вот подогнута зашплинтована сейчас мы будем расшплинтовать возьмем зубило молоток и все это расшплинтуем но перед этим побрызгаем валеры предварительно его в потере бойников валера управляй этим удовольствием своим ну вот же расшплинтовал и о чудо я это зря делал стопорная шайба не держится там где-то усика перед тем как все шарики из рулевого этого механизма высыпется на землю я предусмотрительно постелил старую юбку старые шарики стоят дорогого так почему же у нас не держала вот такая шайба и вот ответного усика нету он отломан вот он дырочка от него одна вот во внутреннем отверстие она должна заходить там вот туда вот тот прорез вот он и держаться проворачивание а для этого чтобы так вот не случалось давно существует в природе фиксатор резьбы вот здесь вот соленблок изношен и здесь уже подложена была вот такая большая шайба такая вот компенсирующая зазор болтания но это дело третье сейчас мы с вами занимаемся все-таки рулевым механизмом и сняв верхнюю траверсу мы наблюдаем еще одну гайку основную которая регулирует затяжку подшипника у нас болталась вот она мы сейчас проверим подтянем немножко эту верхнюю гайку и учуем что перестала болтаться но есть некое такое вот заедание вот там поэтому значит здесь подшипники изношены и сейчас мы будем это все откручивать и смотреть как будут сыпаться шарик ох матерь божья все вывалилась все высыпалась даже это вот так вот оттуда вот прямо выпала 21 шарика должно быть сверху и 21 снизу и сейчас мы будем это все собирать ловить искать их прям даже дальше и снимать перехотелось что-то короче ну вот они эти подшипники еще проблема вот это снять вот этот вот эту обойму с гайки непокосов вот защитный кожух этот но эта проблема обычному людей у меня нет проблем как бы вот здесь это все нормально посадочная можно было конечно поставить все было перемазать на место но я вам показал что было приклинивание приклинивание когда я подтянул это может приклинивание было потому что здесь сухая смазка и смазки как бы вообще нету может быть так но в общем я все равно поменяю на конические подшипники вот фуши от придонках прям здесь придонки написано фуши написано то все прям все написано прям фирменные на и фирмейшие поставлю их что у вас тут за игры такие на диване на моем осла не трогать осла не трогать так геть отсюда пошли брызь пошли брызь 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 на вас брызь брызь вы меня не боитесь на самом деле я немножко завидую тем людям которые ничего не моют прям с песком собирают и все у них работает ну в общем я не отношусь к этим к этой категории людей поэтому я вот так вот начинаю это все мы узнаете прям хороший подшипник хоть не меняй но все же вот он какой-то он мне прям хочется его заменить и как же снять вот не покосав вот эту вот крышку прекрасно в общем я делаю так беру немножко грею газом потом вот так вот немножко накручиваю а потом на тридцать шесть головку одеваю и ею взбиваю и все остается эта штука целая потому что здесь все так вот прекрасно сне тут на тридцать головки можно тридцать ключ взять применить и представлять помаленьку постукивать пик 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 все получится еще есть вариант но я вам про него не скажу ладно скажу вот разводите тиски такой противный звук так удастся минут 36 сейчас развести я думаю что удалось вот так вот вставляете свободно там чтобы и вот сюда вот старичек уже выбиваете опираете и вот сюда вот ну можно траверсу тоже закрутить и вот сюда ударить молотком ты не все в общем это тот же самый вариант только уже без головки без ключа вместо ключа получится у вас и этот самый тиски такой лох фак трусы и рубашка лежат на песке никто не живет по опасной реке все так вот снято все все ровно ничего не погнуто потому что как ни глянешь на это все потом у кого-то просто пипец какой-то перестаем сюда туда везде как эти великолепные подшипники фуши и чтобы потом люди не говорили что они где-то что-то там труд просто они нигде не труд и тереть не могут поэтому ваше там это ляля больство оставьте при себе начал вставлять обойму подшипник она уже вставил и заметил как некорректно забиты у меня шпинки но заклепки шильды смотрите вот так просто вот так вот просто вот так нижней тоже третьем вообще не до забит труба какая-то это заглянул вовнутрь и увидел они обычно там торчат они здесь примут и не торчат почти чуть-чуть там чуть-чуть торчит он считай не торчит думал помыть здесь но мыть не буду потому что мне лень в общем я решил исправить вытащил шпинки вот один не до конца забитый был снимал вот так вот взял кусок камеры проткнул дырку одевал на шпинек и вот выломал вот так вот для того чтобы не покоцать этот самый шильдик смотрим вот такая вот у меня прокладушка была вот с дырочкой с прокомной ничего не покоцал был такой вот так смотрите как все это на заводе криво делалось криво набивалась через жопу и вот такой шильдик дырки сбоку за как это вообще делалось собака злая с таких шильдиков такие проблемы при постановке могут тут все сделано вообще пьяный лучше сделать какой там этот законник может тогда клепаться и мотоцикла хрен научат поставить вонзил подшипник затянул верхнюю траверсу я еще не затягивал просто для антуражу накинул вот подтянул ничего здесь не цепляется как вот эти ляляки говорят у меня не цепляется у кого-то цепляется ляляки говорят на моем канале что у меня будет цепляться за меня вот поэтому господа ляляки вы там делаете по-своему я делаю как надо шайбу эту можно исправить вот этот усик сделать где-то рядом что я собственно и сделаю запилю вот здесь вот и выгнул его чтобы он цеплялся вот за этот выступ нет где-то тут где-то был тут вот он вот здесь и все будет у меня нет шайба и все на свете но и эту гайка я тоже на фиксатор резьбы посажу для красоты ну вот накинул это самое я их даже местами попутал эти перья но это для того чтобы выставить траверсы чтобы потом их не шевелить особо потому что я уже отрегулировал подшипник не затянул его сильно просто довел до исчезновения люфта вот восстановил зубчик этот отломанный рубанул зубилом отогнул вот такой он получился теперь он будет входить вот этот пас пас который для него сделаны здесь все сейчас можем фиксатором и ставлю гайку ну вот кажись и на сегодня и все подшипники стоят демпфер установлен все классно и пора идти домой а все остальное уже в следующем кино всем спасибо всем пока до новых встреч и а и и и и и и и и и т и и и Продолжение следует...